Искусство дело не просто тонкое, но и безумно интересное. Но согласитесь, чаще всего мы попадаем с вами на выставку и смотрим уже на конечный результат. А сегодня у нас будет с вами уникальная возможность не просто увидеть картины, но и пообщаться с самими художниками и узнать, что же они думают в момент создания картин. Арт-проект Underground 2022, он здесь объединяет 65 художников разных направлений. Здесь расположено более 300 работ. Спектрально можно посмотреть вообще всю арт-раскладку нашего города, конкретно культурного нашего наследия, не знаю, но тем не менее. Я очень благодарна организаторам, что именно эта выставка сейчас произошла. И она приходит у нас ежегодно. Мы готовимся целый год. То есть там продумывается все. И самое главное, что вот время, которое сейчас идет, оно обязательно влияет на художников. Вы посмотрите на картины. Каждый художник, как себя проявляет. Я надеюсь, что именно в городе, в нашем Екатеринбурге люди заметили это, оценили и будут ждать следующего андеграунда, который обязательно состоится. В то время, когда народ решает, как нам эту информацию преподнести по поводу пандемии, товарищ уже полностью экипирован. Тут на фоне вот этого разгона по пандемии девушка уже бежит волосы назад на вакцинацию. Товарищ как сидел в компьютере, так и сидит. И ни вирус не берет, ничто не берет, ни информация, ничего. То есть вот сюжеты такие. Вот эта картина в технике Том Суэризма, это так назвали. У нас есть такой галерист Салават Пазлединов. У него такое направление появилось. Он открыл такое направление. Кстати, очень интересно, когда на выставках может попринимать участие в создании работы не только художник, а любой, кто каким-то образом, может, не состоялся как художник, но мог себе позволить похулиганить на полотне вместе с художниками, между прочим. Поэтому я считаю, что это вообще замечательная тема. Почувствовать себя настоящим художником не так уж и сложно. Нужно всего лишь сегодня оказаться в музее, взять любимые краски, подойти к холсту, найти то место, на котором вы хотите нарисовать, ну и, конечно, выплеснуть на него все то, что накопилось в вашей душе. В моей это утренний экспресс.